Первая мировая война. Вторая мировая война. Подождите. Как-как? Вы говорите нулевая? Нулевая мировая война в 19 веке? Ядерная нулевая мировая война в 19 веке? Которая засыпала пеплом все дома и города и уничтожила леса в Сибири? Друзья, мы понимаем, что звучит это очень странно. Но существует одна теория. И эта теория гласит. История переписывалась столько раз, что узнать, что было на самом деле, а что нет, Невероятно сложно. И потому есть люди, которые верят в то, что нашей цивилизации всего лишь 200-300 лет. А в 18-19 веках на этой планете жили совсем другие люди. И происходили совсем другие события, которые было выгодно скрыть от общества будущего, то есть от нас. Что и было сделано определенными силами. И в этом альтернативном 18 веке была война, которая пеплом окрыла многие города мира, засыпала нижние этажи фундаментов домов и выжгла все леса в Сибири, оставив после себя лишь только лысые холмы. В нашем проекте «Эрнст разоблачает» мы стараемся подходить непредвзято к любой теории. Поэтому сегодня мы постараемся разобраться, есть ли какая-то доля правды в этом. Или же это очередной миф, придуманный кем-то? С вами вновь проект «Эрнст разоблачает». Проект, в котором приоткрываются завесы над самыми интересными событиями, теориями и мировыми фактами. Новый выпуск про нулевую мировую войну. Может быть просто ничего проседать? Друзья мои, всем привет! Всех приветствую на проекте «Эрнст разоблачает». И сегодня с нами в эфире «Эрнст Ветер» специалист в области экстрасенсорики и сверхспособности человека. Эрнст, здравствуйте! Здравствуйте, Данила! Здравствуйте, наши зрители! Эрнст, как вы считаете, вот если бы на самом деле была бы война, как вот говорят, да, война 200 лет тому как, это можно было бы как-то вот так вот умолчать, чтобы про это никакой источник из более-менее доступных не знал, как думаете? Данила, не совсем вас понимаю, но войны же были, вы о чем сейчас? Я про то, что есть некая такая теория, я всегда буду на этом шоу говорить про теории, потому что да, мы ни в плюс, ни в минус, мы хотим выяснить правду. Есть теория, теория, что 200-300 лет тому как произошла ядерная война здесь, на нашей планете. В пример приводят фундаменты, фундаменты зданий вот тех лет, да, здание, к примеру, 19 века, оно осело вниз, там, на 5, на 6, на 7 метров, да. За 20 век это же здание осело на гораздо меньшее количество метров. Возьмем, к примеру, те здания, которые построили в 20 веке. По аналогии, да, они ведь тоже обязаны были осесть, там, на 5, на 6 метров, но нет, почему-то вот за 20 век здания, в том числе и новые, не оседают, да, а вот те старые здания 200 лет недавности, 300 лет недавности, они оседают очень сильно, как будто бы грунт был немножечко иной. Либо же их замело, может быть, какой-то вот пылью, да, и есть вот такая вот версия, что была война, была война, причем, насколько я помню, не было солнца, то есть это все замело радиоактивной пылью, и Сибирь замело, и среднюю полосу России замело, и Европу замело. Какой это был год, простите? Примерно. Обычно говорят, война 200 лет тому как, то есть, если вот сейчас у нас получается 2020, ну, 1800 получается, да, первые года 19 века. Хорошо, тогда у меня вопрос, мы сегодня, наверное, с вами будем просто дискутировать, а как же Наполеон с его войной в 1812 году? Не знаю, может быть, его не было, может быть, он был за какое-то время до этого, потому что ту теорию, о которой мы сейчас с вами говорим, она рассказывает вот именно о том, что была война 200-300 лет тому как, вся история полностью переписана, да, все учебники переписаны, все, что в учебниках, то не очень правда. Возможно, оно и было, но там раньше, либо сильно хозже. Объясняется это вот в первую очередь фундаментами, про которые я говорю, плюс еще фотографии из Сибири 18-19 веков, где нету леса, то есть, да, там голые, абсолютно голые горы, ну, по этой теории они выжжены, они выжжены каким-то радиоактивным взрывом, радиоактивными какими-то ударами. Что вы думаете по этому поводу? Ну, меня терзают смутные сомнения, если, например, мы все-таки будем придерживаться теории той, что у нас эта война была 300 лет тому назад, цивилизация вымерла или осталась? А если цивилизация осталась, значит, у них были какие-то наработки. И тогда почему в 1812 году Наполеон все еще ядерник бомбил наших российских солдат? Это как-то тоже немножечко не ввязывается. И кто были те люди, кто сожгли, получается, весь мир? А что осталось? Или тогда все это фикция? И сколько же тогда нам лет? Сторонники этой теории, я так понимаю, считают, что все фикция и пишут, что цивилизации, которую мы с вами знаем, ей вот именно 200-300 лет всего. Получается, какие-то люди остались, и они дали продолжение цивилизации. Как вариант. Но если мы будем смотреть развитие нашей цивилизации, то в 1800 году, я думаю, население Земли было порядка 200-300 миллионов. Получается, в этой войне никто не умер. Иначе мы не дошли бы до той критической цифры, которой мы сейчас, порядка 8 миллиардов. Эрос, ну, мы в таком случае можем копнуть еще глубже и дойти до взгляда, что вокруг вообще все матрица, да, как бы, что весь мир – это нереальный мир, это какая-то компьютерная симуляция. Это вот, опять же, из серии там вот этих всех, там, неба, которого нету, да, проекция на небо, земля плоская и так далее. А если же говорить вот именно по вот этой теме, то тут тоже есть версия, что на самом деле на сегодняшний день гораздо меньшее количество человек, там, не 6, не 7 миллиардов, а, там, 1 миллиард или полмиллиарда. Что и Наполеона не было, некоторые в том числе, там, говорят вплоть до, там, да, что никаких войн не было, не было ни монгольского ига. И вообще вся история фальсифицирована полностью определенными силами этого мира, князьями этого мира, всевозможными орденами, ну, и так далее. Опять во всем виноваты масоны, это я уже понял. Так, ну, хорошо, будем разбираться. Давайте хотя бы хоть какие-то трусы в студии, что-то доказательства присылайте, будем сейчас смотреть. Давайте, давайте, давайте. Вот смотрите, фотография первая, это озеро у нас в России по версии, опять же таки, да, тех, кто верит в эту теорию, это озеро от ядерного удара. Подобных озер очень много, и там есть разные версии, там, какие-то карстовые породы разбирают структуру берега, структуру почвы вокруг него. Это все есть в интернете. Эрнст, вот вы как считаете, как специалист энергетики, если атомная боеголовка, ядерная боеголовка жахнула по Земле, чисто в теории это будет же ощущаться, ведь, да, настолько мощный взрыв? Ну, Данила, если честно, я здесь не вижу никакого правильного круга, даже намека. Если бы, если бы, если бы одна боеголовка огромных размеров, которая сумела весь мир, стереть лица Земли, тогда бы, наверное, глубина была бы пару сотен километров, земля бы вообще, наверное, могла сдвинуться с орбиты. Ну, да, вот здесь, конечно, показано оно как круглое, но если приблизиться, то это не круглое. Мы тоже видим нашу кожу как цельный материал. На самом деле, если мы приблизимся поближе, там очень много пор и еще чего-то. Поэтому я в этом озере не вижу никакой природы человека. Для меня это природа воды, которая просто образовалась, видимо, благодаря каким-то ветрам, которые, может быть, дуют с разных сторон. И течение воды, соответственно, омывая берега создавала такую форму. Я не вижу здесь человека, если честно. Присутствие человека в создании этого дела. И уж точно не присутствие какой-то негативной энергии. А вот если это действительно жахнула атомная бомба, было бы ощущение человека? Конечно, человек, конечно, если же человек сделал. Ну, да, да, да. Я здесь не вижу рук человека. Но опять-таки мы ведь можем перейти к той теории, что это все создали компьютеры, которые уже существовали и которые напали на нашу Землю. Иначе бы кто бы создал Матрицу или оставшиеся люди. Ну, а хорошо, смотрите. А вот в этом случае здесь по энергии, чисто в теории, должно быть ощущение чего-то технического. Технического чего-то намеренного. Здесь его нет. Здесь случайность. Здесь случайность. Здесь вообще никакой энергетики нет на этом деле. Понял, Эрс. Ну, хорошо. Тогда двигаемся дальше. Смотрите, еще один пруф. Еще один пруф. Это фотографии из Сибири. 18-19 века. Абсолютно голой Сибири, где нету лесов, где нету вообще ничего. Угу. Вижу. Ой-ой-ой. Может быть это и не Сибирь, может быть это какой-то северный Казахстан или даже южный Казахстан. С чего вообще взяли, что это Сибирь? Ну, вот в интернете говорят, что это западная Сибирь. Данила, я вот вижу, кстати, очень хорошую, настроенную положительную энергию людей, то есть смотрите, давайте тогда все-таки разбираться более так внятно я считаю, что это просто какое-то очередное желание хайпа хайпануть на каком-то деле здесь люди довольно все счастливые и кстати чтобы вы понимали, кусты тоже довольно долго растут, кусты-то вот например, на крайней фотографии, где мы видим по той стороне реки там горы смотрите, у нас там вот возле речки возле речки у нас там кусты, кустарники разные да, деревьев нет, но я не знаю, я лично не вижу здесь никакого подвоха я не могу судить, не могу сказать, что это Сибирь или не Сибирь, но чисто логически, мне кажется, что это просто знаете, сфотографировали где-то и далее выложили под названием Сибирь без деревьев но это мое мнение но опять-таки, может быть, это следы матрицы, кто знает может быть, какой-то умелый программист нажал контрол альдер и все убрал хорошо, Эрост, а как вам вот эти две в фотографии это фотография вроде бы как из Сибири, 19 век я так понимаю по вот этой хронологии, этой истории сразу же после завершения мировой войны выжжены вот эти выжженные холмы и люди, которые куда-то там идут по своим делам но как по мне, так это просто идут крестьяне поднимать целину я вот ярко уверен, если я настраиваюсь на запрос-ответ то мне приходит явное чувство, что это где-то ну, скажем так та полоса, в которой нет деревьев что это у нас, степь, лесостепь наверное, степь скорее здесь никогда и не было деревьев если я пытаюсь, например, просмотреть прошлой этой фотографии здесь не было деревьев никогда то есть их здесь никогда и не стояло поэтому хотя, Данила, вот если вы на крайнюю фотографию посмотрите там же есть деревья во дворе их же туда не завозили не, мое мнение, что что-то у них не получилось теория заговора по поводу того, что сожгли нет, здесь нет давайте все-таки посмотрим на фундамент может быть фундамент нам что-то лучшее покажет о, вот это уже поинтереснее будет слушайте, ну да, кстати, здесь земля просела очень сильно а вот второй, там где дом двухэтажный, ну полуторный это уже получается это так просел первый этаж, получается, да? так довольно не слава просел откопали у меня просто чувство, что это просто шла настройка земли или может быть вот здесь у меня нет никаких предположений, честно знаете, мне всегда мне всегда интересно наблюдать за игрой знатоков передачи «Что-никогда» и даже если у них нет никаких интересных версий они говорят какой-то бред но они все-таки его отвечают уверенно а вот я здесь даже боюсь предположить какой-то бред что же это может быть может быть просто оно начало проседать и может быть были плохие фундаменты, но Данила, но ведь это же только лишь Россия вот эти фотографии, они присылаются отовсюду из России, из Европы про Америку не скажу четко, но как бы это это однозначно со всего мира ну Европа сто процентов но если честно, вот этот вот домик я не знаю, видно на камере с красным кирпичом, но вот он очень не похож на американские домики это скорее это Россия это Россия, да вот те фотографии, которые сегодня будут это в основном Россия а какое у вас есть предположение? все-таки вы считаете, что это пепел, который проседает? вот честно, в плане думания я здесь сам не знаю, что думать поэтому я стараюсь включить интуицию то, как я могу, естественно, у меня уровень гораздо ниже, чем у вас но вот по моим ощущениям здесь я вот сейчас как раз так открыл на компьютере по моим ощущениям именно войну я здесь не чувствую потому что война это должна быть какая-то энергия боли, страданий какая-то, не знаю, агрессии которая была настолько мощная и сильная что сгенерировала целый пласт своими событиями сгенерировала целый пласт земли и вот так вот замели тут все на целый фундамент на целый этаж такого я здесь не вижу то есть мне кажется, наоборот вот откопанный вот этот этаж он достаточно, ну как бы он достаточно достаточно хорошая энергия это не что-то там негативное то есть какой-то боли, разрушения я здесь не вижу вот на первой, да, фотографии на второй тоже, в принципе, то же самое на третьей здесь есть некая история пласт исторический вот мне точно так же это видится но вот именно прямо война потому что, на мой взгляд, война как я ее себе представляю, да это должно быть смерть и разрушение потому что если это ядерная война если это ядерный взрыв то там этот ядерный пепел он должен нести очень негативный заряд совершенно верно когда я, до нее, простите, я вас перебью но когда я, например, анализирую вот Хиросиму или Нагасаки там настолько мощная негативная энергия до сих пор хотя, в принципе, размеры или даже, например, скажем так места где-нибудь в Казахстане где были подземные подземные как он называется полигон где были подземные полигоны для испытания атомных бомб или ракет оттуда тоже идет страшность негативной энергии здесь ее нет я здесь ее тоже не вижу мне кажется все-таки что это более надуманные сказочки но сказки для высокообразованных интеллигентных людей которые все-таки люди, знаете, не просто слушают там про серого волчонка а какие-то уже такие более умные сказки но, к сожалению, по этой фотографии ничем не могу обрадовать любителей заговора да, я думаю, вы точно так же да, да то есть ничего здесь сверх такого что выходит за рамки истории я не вижу тем не менее мы попробовали разобраться я думаю, что у нас это получилось потому что не всегда существуют те темы на которые мы можем четко дать ответ мы попытались разобраться в плане энергии ее здесь нет плохой например, на фотографиях на которых мы видим вот эти вот голые земли я лично не вижу что на них ранее была какая-то растительность то есть высокая растительность такие как, например, деревья или высокие кусты их не было там изначально ну а если кто-то пытается преподнести это что это средняя полоса России или что это Сибирь ну кто хочет это доверить пусть верит ну да 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 но мы с вами не ответили на вопрос почему все-таки просел фундамент может быть может быть фундамент просел из-за каких-то сильных ливней может быть были какие-то наводнения которые заставили все-таки землю очень сильно скажем так размякнуть и я не думаю что просели абсолютно все дома вероятнее всего что была какая-то череда дождей и видимо сливы не работали в тех краях или их вообще не было тех канализационных систем и просто от постоянного состояния воды начали проседать фундамент это мое мнение я не вижу здесь следов нулевой ядерной войны о которой мы сейчас пытаемся говорить то есть это все мне кажется выдумки друзья к сожалению сегодня мы вот заканчиваем на такой не очень радостной ноте потому что никакому общему знаменателю мы не пришли возможно есть какие-то доказательства что все-таки нулевая ядерная война была но мы ее просто не увидели возможно ее не было поэтому мы заканчиваем на ней односначной ноте тем не менее односначность заключается в том что вы были с нами надеюсь вам понравилось смотреть наши рассуждения ставьте лайк подписывайтесь на наш канал будет еще много всего интересного до новых встреч друзья до новых встреч